Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс. Начинает свои программы и сегодня у нас вторник марсианские хроники, вторник день Марса. Мы с Ритой в красном по этому поводу на этой стороне экрана. И у нас на связи Таиланд. И как всегда, что стало уже такой доброй традицией, с нами сегодня в это время Анна Ласточкина, ведический астролог. Аня, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил, здравствуйте. Рита, здравствуйте, радиослушатели. Да. Ну, программа у нас сегодня интересная. Она, во-первых, такая самая, можно сказать, востребованная. Мы об этом говорили много раз на самом деле и с другими специалистами в данном вопросе. Речь идет о благосостоянии. Как быть успешным, как привлечь на свою сторону, ну, в первую очередь, это то, что сегодня в материальном мире является мерилом успеха, это деньги. Ну, ведической терминологии богиня благосостояние. Ее зовут Лакшми. И вот у нас сегодня присутствует две Лакшми. По эту сторону экрана специалист нашего центра Рита Борт. Рита, здравствуй. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте всем. Ну, наш мужчина сегодня вообще так лаки, да, как это по-русски будет? Окруженный, да, удачливый, окруженный женщинами, да, еще такими. Да, еще такими. Вот, какими? Ну, наши радио... Сами решат. Радио слышит, слушает или только услышит, а видеозрители увидят, поскольку наши все программы записываются, восстанавливаются в YouTube, потом они идут в Facebook. И ознакомиться с этим можно на нашем канале и там, и там. Это sungatesradio.com, это наш веб-сайт, где вы можете слушать наши программы. И это sungates108, это наш скайп, где вы можете задать вопросы, побеседовать с нами и с нашими специалистами, в данном случае вот с Анной Ласточкиной. Ну, а на веб-сайте вы можете даже оставить свои замечания и дополнения и предложения и опять же задать ваши вопросы. Тройное W sungatesradio.com. Ну, и вот мы начинаем нашу программу. Ну, не знаю, Аня, скажите, так, а что действительно вот так вот в гороскопе вот обращаюсь к астрологу и спрашиваю. Ну, вот скажите, Аня, не хватает денег-то вот, не хватает денег. Как их, так сказать, получить? Мы же знаем, что по карме нам положена определенная сумма и больше нее выше головы, как говорится, не прыгнешь. Как знать, выбрали мы эту сумму или не выбрали? Да, действительно, такой вопрос очень часто задают. Денежный вопрос один из самых популярных. И вот вы сказали, что нам что-то положено и выше этого не прыгнешь. На самом деле, я даже хочу сейчас это опровергнуть. На самом деле, у нас карма денег складывается из различных элементов. У нас первое, что можно посмотреть в гороскопе, это да, то, что мы заслужили. То есть то, что у нас поток энергетический какой идет из прошлого. И сфера нашей жизни денежная, это сфера второго дома гороскопа, кто разбирается в домах. Ну, возможно, радиослушатели некоторые имеют представление. Но тема денег одновременно это тема всех наших ресурсов. То есть это сфера всех составляющих нашей жизни, которые как бы нам эту жизнь поддерживают. Это и здоровье, это и питание, это и деньги. То есть благосостояние, оно складывается из разных элементов. И прежде всего это зависит от нашего сознания, усвоенного в детстве. То есть деньги — это категория сознания. Это энергия, нужно понять, что это не просто какие-то бумажки или какой-то денежный поток, как мы ему представляем. Деньги — это абсолютно отражение наших представлений о жизни, причем базовых установок и базовых представлений о жизни. И они действительно наследуются по карме. У нас в гороскопе есть такой небольшой можно трюк сделать — отсчитать 8 домов назад и посмотреть, что явилось причиной, то есть какой дом является причиной существования нашего сегодняшнего дома, как бы заглянуть в свою прошлую жизнь. В гороскопе это, конечно, не видно, то есть мы как бы заглядываем в гороскоп предыдущей своей жизни. Так вот, если мы это сделаем, мы увидим, что наша карма сегодняшняя денежная, она связана с тем, как мы в прошлом выстраивали отношения с людьми, как мы общались с людьми, то есть как супруг общался с супругой, как мы шли мы или не шли на компромисс, учитывали мы или не учитывали потребности других. И в зависимости от того, что мы там наработали, у нас в этой жизни получается второй дом гороскопа, то есть наши ресурсы и базовые ценности. И в зависимости от этого мы попадаем в определенную семью изначально, то есть ту, которую мы достойны. И если мы видим у человека, что этот дом очень поражен, например, там аспект Раху, Марс с Сатурном и вообще обстановка неблагоприятная, то есть эти позиции слабые и какая-то агрессия, то это означает, что в прошлом человек выстраивал очень агрессивно отношения с людьми и сейчас он получает такую семью. Он рождается в семье, где он уже испытывает независимо от своих желаний, вот когда ребенок маленький, это в принципе его так называемая прорадха карма, родиться в какой-то семье, либо там будут родители, которые будут относиться к нему агрессивно, либо там будут другие родители. То есть каких он у нас служил, с такими и рождаются. И вот именно там в семье закладываются все базовые ценности. И там может заложиться либо сознание достатка, либо сознание недостатка. И когда ко мне приходят на консультацию, я говорю, что да, можно посмотреть, сколько вам дано по карме, и это будет заключено в том, какое у вас сознание дано вам изначально, достатка или недостатка. Но с этим можно работать, можно менять базовые установки. И в принципе вся наша жизнь здесь и сейчас, она о том, чтобы как-то трансформировать то, что реально дано. То есть у нас же здесь полно свободной боли, так называемой криомана кармы, и мы можем улучшать ситуацию с деньгами. Это факт. То есть это не так, что нам дано, и больше этого не будет. Потому что у нас в гороскопе, ну ладно, я прервусь на ваш вопрос, на комментарий. Ну у меня точнее может быть уточнение, не то что вопрос. Дело в том, что я когда имел в виду, вот общее количество заработанных денег, будем говорить, общая денежная масса, она нам уже отведена. И то, что вы говорите про рабха карма, вот мы родились, но это про рабха, это про роши, то есть она переводится так, санскрита, которое уже проросло. А какие-то есть, скажем, карма, которая, ну не из тех воплощений, из предыдущих, а вот которая в этой жизни. И опять же, вот в этой жизни у нас тоже определенная какая-то коррекция будет. Но сегодня мы нарабатываем нашу будущую карму, сегодня мы строим нашу будущую карму. Вот как конкретно, конкретно к этому подойти, как конкретно вот это все, скажем там, изменить? Да, но давайте по порядку разберемся через гороскоп. Допустим, мы хотим улучшить наше благосостояние и сделать так, чтобы у нас было всего в достатке. В каких сферах жизни нам нужно поработать? Чтобы, во-первых, пожать плоды своей кармы, которая у нас уже есть по второму дому, ну и ее как-то улучшить. Есть такое простое правило в гороскопе. Мы работаем в домах роста от этого дома. Есть дома роста, это 3, 6, 11, кто знает, кому это интересно. Но факт и суть в том, что третий дом от второго это дом внутреннего пространства. И чтобы у нас было хорошо с деньгами, нам нужно обеспечивать внутреннее пространство. Строить дом, приглашать в него друзей, следить за порядком в доме. Есть такая наука ведическая, называется ВАСТУ. Так она в принципе о том, как увеличить свое здоровье и благосостояние через обустройство пространства вокруг себя. То есть это один из пунктов, который улучшает ситуацию с деньгами. Это обустройство пространства жизни. Еще один какой есть момент, на который можно обратить внимание и который очень хорошо генерирует деньги. Поток денежный, этот энергетический поток и сознание человека меняет. Это шестой дом от второго, это общение, общение с другими. Это получается седьмой дом гороскопа, это все, кто не я. И когда мы идем в общество, начинаем общаться, начинаем выстраивать связи, у нас автоматически потенциал заработка увеличивается. И у нас выстраивается ситуация во втором доме гороскопа, в том доме, где мы ресурсы можем накопить, гораздо лучше. И третий пункт, который решает проблемы с деньгами, это одиннадцатый дом от второго, это двенадцатый получается дом гороскопа, это умение жертвовать, умение давать деньги на благотворительность. Получается, три составляющие меняют нашу ситуацию с деньгами. Чистый, красивый дом, оформленный по правилам и энергетическим законам, выстраивание отношений, правильное с людьми, которые генерируют радость, генерируют какую-то совместную выгоду. И третий пункт, это умение отдавать. И есть такой закон денежный, все, что мы зарабатываем, мы должны, во-первых, сохранить, положить себе на счет какую-то сумму, откладывать, чтобы у нас было сознание достатка. Потом второй пункт, конечно, это обеспечивать себе все ресурсы и процветание жизненное, то есть внешнее пространство, выстраивать отношения с людьми. И еще один пункт, десять процентов, десяти, отдавать, жертвовать на какие-то благотворительные проекты. Причем это делать нужно сознательно и очень внимательно, потому что мы можем, наоборот, ухудшить свою карму, если мы жертвуем не по правилам. То есть если деньги попадают в руки тому человеку, кто ими пользуется не во благо себе, то есть нам минус в карму денежную. И важно вот это, что я сказала, первый элемент, который, кстати, закладывается с самого детства, сознание, достатка или недостатка соблюдать. Мы должны все время оплачивать вовремя счета и лучше даже немножко заранее, чтобы у нас не висело такого в воздухе, потому что деньги это эмоции. Это самая такая эмоциональная тема. Если у нас есть чувство, что мы кому-то должны, что у нас что-то недоплачено, это сказывается на нашем сознании. Потом нужно работать со своими установками. И у нас с детства могут быть такие установки, которые не позволяют нам зарабатывать. И это, кстати, видно в гороскопе. Вот то, что вы, Михаил, сказали, что в гороскопе видно, что вот такую-то сумму я заработаю в этой жизни и выше этого не прыгну. Я в это не верю, честно. Потому что есть вот эта самая криомана-карма, и есть генерация денег через общение. Да, у нас есть какой-то лимит определенный, но этот лимит только в нашем сознании. Если мы работаем с сознанием и трансформируем сознание, то мы трансформируем как бы свое... Мы трансформируем вообще всю свою жизнь, и мы начинаем видеть те возможности, которых раньше не видели. И у нас заложено изначально, во всех советских людей такое заложено. Если кто читал в Джанни Радаре, чем пахнут ремесла, и что только богач ничем не пахнет, потому что он не работает. У всех заложилась какая-то основа, что богатство — это какой-то грех, что ли. Или что это то, что нам, простым людям, недоступно, и мы это презираем. И, кстати, второй дом гороскопа, он связан с речью и связан с нашим мышлением. И если мы работаем с речью, работаем с мышлением, если мы перестаем сплетничать, то у нас автоматически повышается энергия в этом доме. Если кто-то сплетничает, то он автоматически закрывает себе денежный поток и способность видеть эти возможности и быть в достатке. Если, естественно, ругается. И если критикуют богатых людей. У нас часто можно слышать, как вокруг люди критикуют богатых. Вот тот обязательно наворовал. А что, бедных можно? Да, бедных, в принципе, кто-то к этому отношения не имеет, что бедных. А бедность как такову, бедность сознания можно критиковать. Бедный человек — это временное сознание, временное состояние человека. Любой человек богат. Богатство человека — это отражение его сознания. Нужно вот это понять. Что богатство человека — это не значит, что он наворовал или что-то. Да, у него, может быть, есть карма какая-то. У каждого своя, о чём говорил Михаил. У каждого своя карма денег. Это просто значит, что он раньше делал какие-то дела, наблаготворительно жертвовал, раньше в прошлых жизнях. А сейчас ему не хватает разума, чтобы, может быть, как-то эти деньги сохранить и приумножить. Но обращать внимание на других — это самое последнее дело, и себя сравнивать. Я думаю, многие делают это из зависти. Да, зависть, она сразу закрывает денежный поток. Ещё есть две составляющие, такая интересная астрологическая теория, астрологическая ассоциация. Дело в том, что деньги — это энергия. И это энергия Солнца и Луны. С чем у нас ассоциируются деньги, прежде всего? С золотом. С Солнцем, скорее всего, да. Да, с Солнцем, с золотом. То есть у нас вот эти золотые слитки, золотые монеты. И Солнце — это источник денег. И если мы в своём гороскопе работаем с Солнцем, то есть если у человека проблема с деньгами, значит, у него какой-то конфликт в нём, значит, где-то в окружении надо искать конфликт с солнечной энергией. И это, скорее всего, будет конфликт с отцом, прежде всего. Если человек критикует отца, критикует правительство, критикует государственные структуры, депутатов и так далее, то есть он закрывает автоматически себе энергию Солнца. Солнце, сильное Солнце в гороскопе позволяет видеть, то есть оно вообще отвечает за зрение, видеть возможности. И Луна тут же. Луна — это спутница Солнца у нас в ведической астрологии. Это отражающий принцип, материнский, женский принцип. И у нас есть золото, а есть серебро, например. Это тоже деньги, только это больше умение их сохранить. Умение их сберечь, сохранить и направить в нужное русло для поддержания жизни. То есть такой больше материалистичный аспект. И поэтому, если есть проблемы с отцом, если есть проблемы с матерью, если мы как-то их критикуем, если у нас с ними не выстроены отношения, у нас закрывается денежный поток. Вот такое простое правило, казалось бы. И только решая эти проблемы, мы можем уже начать видеть возможности. Дальше я, ну это я рассказываю дальше, свою теорию, что есть еще у нас планета Юпитер. Ну, наверное, это очевидно, что Юпитер отвечает за благосостояние, за щедрость, за дары Вселенной. И если в гороскопе сильный Юпитер, и он еще как-то, может быть, там где-то связан со вторым домом, или у нас есть дом второй, есть одиннадцатый. Второй дом — это ресурсы, а одиннадцатый — это источники, то есть это деньги, которые к нам поступают извне. А второй дом — это как бы склад. Деньги на нашем счету, где мы их сохраняем, приумножаем, и откуда у нас проистекает сознание богатства, что у нас что-то есть в запасе для существования. Так вот, Юпитер, он является сигнификатором денег, сигнификатором второго дома. И Юпитер, чтобы усиливать, нужно общаться с учителями, нужно развиваться, учиться. И это тоже позволяет, опять-таки, видеть возможности, как заработать деньги. Деньги мы тут должны понимать в широком смысле. Не просто какие-то обязательно циферки на счету, или монеты, или купюры. Это именно достаток, который человек видит. Это, возможно, связи просто выгодные. Это может быть еда, одежду. Иногда человек начинает работать со своими убеждениями, и первое, что ему начинают приносить, — это не деньги. Ему начинают отдавать одежду, ему начинают почему-то какие-то подарки дарить, и всё. Потом это, естественно, материализуется в форме денег, потому что у него растёт эта энергия, это сознание, новое сознание того, что я богатый человек. И ещё последний момент, который очень важный, — это энергия Сатурна. Мы часто говорим, что Юпитер, Солнце отвечает за деньги, но Сатурн, он отвечает за дисциплину. И он, кстати, в естественном гороскопе, в естественном зодиаке, где всё начинается с Овна, первый дом с Овна, отвечает за одиннадцатый дом гороскопа, за как раз-таки влиятельные связи и за приток финансовый. И когда мы учимся себя дисциплинировать, доделывать вещи до конца, договаривать предложения до точки, когда мы выходим на этот уровень, то тогда у нас действительно появляется возможность зарабатывать. То есть это последний, наверное, один из самых таких вот заключительных составляющих. Сначала мы развиваем сознание богатства, но потом мы развиваем дисциплину. И, кстати, вот это очень важно для многих людей, которые работают фрилансерами или работают на себя. Многие спрашивают в гороскопе, а можно ли мне работать на себя? И надо посмотреть, а Сатурн у человека какой? Если Сатурн у человека слабый, я могу сказать, вы попробуйте, и вы найдёте проблему. Проблему в том, что вы сами до конца ничего не доводите. Или то, что вам нужна какая-то внешняя дисциплина, и нужно пойти сначала поработать на работе, чтобы вас начальник дисциплинировал. Работа, она дисциплинирует, когда вы ходите с утра до вечера, что-то делаете. У кого же сильный Сатурн, у того есть способность довести начатое до конца, закончить. И вот эта способность, она заключительная, о которой можно точно сказать, да, вы можете, вы справитесь, у вас есть умение синхронизировать процессы и синхронизироваться с этими процессами. То есть тогда это тоже будет плюс к достатку и к денежной карме. Аня, спасибо, это очень интересно. Вопрос такой, ну вот, допустим, мы разбирали в прошлый раз детей, и как в этом отношении родителям, ведь мотивация материального мира, это понятно, это благосостояние, это деньги, это какие-то материальные ценности. Но все-таки это все приходящее, это все-таки уйдет рано или поздно. И развиваться нам надо в других отношениях, в других планах и в духовном. Так вот, родители, как правило, те, кто, конечно же, не обращаются никаким ни астрологам, ни психологам, ни нумерологам, ни хиромантам, допустим, а сами по себе, особенно в западном мире, они, воспитывая своих детей, ну, как дать им образование, образование дается, чтобы поступить в калыч, калыч закончить и получить, соответственно, работу и зарабатывать деньги. Как это можно скорректировать, допустим, чтобы это было более гармонично до момента, когда уже, ну, сложно исправить, скажем так, когда уже карма уже наработана, не считая прорабки уже кармы, которая уже сегодня в этой жизни есть и так далее. Да, по делам ваш вопрос. Но прежде я хочу сказать про то, что у нас есть другие цели, как вы сказали, существования. То есть не только что-то заработать, но есть еще нечто, что мы другое должны развить в этой жизни. Да, а, кстати, об этом ведическая астрология говорит в самом начале. Я как лектор, как учитель даю материал такой, что у нас есть четыре цели существования, когда мы рождаемся здесь, приходим в этот мир. Первый — это адхарма, то есть выполнять свое предназначение и свою естественную природу реализовывать. Вторая цель — это артха, то есть это материальное процветание. То есть мы должны, это наша обязанность, заботиться о материальных ресурсах, о благосостоянии, о процветании. Третья цель существования — это кама, это реализовывать свои желания. Наслаждение. Наслаждение, да. Наслаждение, желание, получение результатов. И четвертая цель — это мокша. То есть это развивать свое сердце, чувствование, сердечность. То есть начинается с четвертого дома, то есть когда мы начинаем открывать сердце. Потом это восьмой дом, дом трансформации, перерождения, дом глубинного знания, познания вещей. И двенадцатый, то есть дом, когда мы уже растворяемся, мы стираем границу между материальным миром и духовным. То есть есть четыре цели. И у каждого человека в гороскопе есть определенное соотношение. То есть на что он будет больше обращать внимание в своей жизни? На Дхарму, на Артху, Каму или Мокшу? То есть это мы должны учитывать, это его встроенная природа. И есть гороскопы, в которых действительно Артха очень сильно акцентирована. То есть эти люди, которые пришли сюда поддерживать материальные ресурсы нашего мира. То есть они, это их цель, это основная задача. Это ни хорошо, ни плохо. Они такие. И они зарабатывают большие капиталы. И такие люди обращаются за консультацией. И их интересует, если мы перейдем к теме детей. Вот я заработал деньги, а что дети-то мои? А дети могут, вообще-то деньги могут растратить и все. И что с этим делать? Мне кажется, я прошу прощения, я прерву. Мне кажется, тут еще есть такой момент о том, что вот в ведической системе были кастовая система. Оно и до сих пор осталось, в общем-то. И вот эти вот как раз-таки четыре цели, которые вы назвали, они как раз соответствуют, в принципе, этим кастам. То есть изначально надо определить ту самую дхарму. Потому что дхарма – это как раз-таки предназначение человека. Чем ему надо заниматься? То ли он шудра, то ли он вайша, то ли он кшатри, то ли он браман. Правильно? И вот как раз-таки последнее мокша – это в то же время еще и освобождение. Освобождение от материального как раз-таки. То есть мы идем к чему-то постепенно. И, ну, скажем, Будда. Просветление – это как раз освобождение от материальных желаний. То есть вот с этого, по-моему, надо и начинать. Да? Как вы считаете? Ну да, это, конечно, такое представление должно как-то закладываться в сознание людей, что есть определенные жизненные направления. И какому жизненному направлению на данный момент жизни я следую. Но есть гороскоп – это очень сложная система. Там бывает все так переплетено и намешано. Например, дом Артхиса и дом Мокши в тесных взаимосвязи находятся. И поэтому там и материальное процветание, и освобождение через умение правильно пользоваться материальными ресурсами. И так или иначе Кама входит в Мокши. То есть там настолько все сложно. Это смотреть надо каждый индивидуальный гороскоп. И вот эту уникальную, уникальные как бы природные данные, уникальные задатки раскрывать человеку, какие у него задачи через этот гороскоп. То, что вы говорите, да, это правильно, но это обобщение. Это обобщение на уровне, да, есть такие четыре большие системы, подразделения общества. Кшатрии, брамены, баиши, шудры. Да, это так. Но на деле оно все гораздо сложнее. И бывает, что приходит ребенок, у которого другие немножко задачи. И он может даже не продолжать дело своих родителей сейчас, потому что приходит со стороны матери этот ребенок, больше со стороны материнского рода, а материнский род другой, ну и так далее. В нем понамешано много разобразных задач и энергий. И он представляет собой уникальную личность. И так вот то, что родителям я бы посоветовала делать, что касается достатка, что касается вот передачи способности детям зарабатывать. Вот что главное. Главное не накопить для них, да, мы их должны выучить, да, что-то, какие-то материальные ресурсы вложить, но мы же не будем их всю жизнь обеспечивать. И самое главное, это вот этот второй дом. А второй дом, в принципе, он лежит полностью под ответственностью родителей, которые воспитывают ребенка. И если видно, что в гороскопе у ребенка второй дом сильный, то значит он и пришел к родителям, у которых есть материальные ресурсы, и которые заложат в нем изначально сознание достатка, сознание изобилия. И он просто с этим сознанием не будет бедным никогда. Даже если когда-то у него будут периоды, когда денег не будет, но деньги не равняются сознанию. Здесь периоды, когда человек, допустим, уходит в монахи. Но даже в монахах он не будет бедным, потому что у него есть сознание достатка. То есть он не будет переживать сильно и мучиться по поводу того, что у него в данный момент нет денег, потому что он точно знает, что они у него будут там через какое-то время, и вот это вот сознание, оно помогает жить и вообще не расстраивает, и не впадает в депрессию и так далее. Потому что достаток не равно деньги вообще, по большому счету. Деньги — это только какая-то одна из составляющих достатков. Они могут быть, их могут не быть вообще, но при этом человек не ощущает себя бедным. То есть он, вот если мы посмотрим на какую-нибудь знаменитую личность, то есть достаток этой знаменитой личности — это слава. И любые люди ему дадут деньги, его накормят везде. То есть вот он, его достаток. То есть это не обязательно деньги, которые у меня где-то скоплены и лежат. А иногда у человека много денег, а сознания, достатка у него наоборот нет. Ну, кстати, так когда-то существовали браманы. Они были известны, они были, всем им поклонялись, все спрашивали их совета. Но у них не было ни денег, у них не было. И они работали, если можно это, конечно, назвать работой. Они за еду, в общем-то, вот их кормили, их одевали, им давали кровь. И это, в общем-то, каждый выполнял свое предназначение. Это сегодня у нас в мире все перемешалось. Аня, у меня к вам такой вопрос, скажите. К вам обращаются люди с разными вопросами, клиенты. И вот по поводу детей. Ну, рассматривать детей отдельно от родителей, наверное, было бы неправильно. То есть получается так, что можно, конечно, взять дежурно подойти к этому вопросу, взять карту ребенка, взять, посмотреть его. Но без карты родителей, желательно, конечно, обоих родителей, биологических, было бы правильнее, мне кажется. Как вы вообще считаете, это так оно и есть? Или все-таки можно рассмотреть карту, просто ребенка взять и потом уже сделать? Ну, на самом деле, можно и так, и так. Но лучше с родителями. Если особенно, как в прошлый раз я говорила, обращается родитель по поводу своего ребенка, которому нет 18 лет до этого времени, он считается еще, он считается, как бы на... Несовершеннолетним, что ли? Да, несовершеннолетним, можно опекать, и за него можно задавать вопросы. Вот, кстати, я об этом сказала, и мне тут же написала одна девушка, вот в прошлом эфире я как-то сказала, что ребенок – это человек до 18 лет. И меня часто иногда в соцсетях спрашивают дать какую-нибудь консультацию бесплатно, что я сразу говорю, вам консультация вот такая бесплатная, что все у нас здесь энергетически, и мы все связаны, и если я отдаю энергию, то есть с вашей стороны это неправильно – получить от меня энергию, что если я буду разбирать вашу карту, а потом вам проводить консультацию, а вы мне за это ничего не заплатите. Ну, это значит, вы свою карму ухудшили, и мою тоже, и я свою, на что я на это согласилась. И вот вам такую консультацию я только могу дать. На что мне девушка сказала? А мне 16 лет, и мне нет денег. Ну, я, конечно, провела для нее консультацию коротенько. Потому что это был как раз тот, ну, наверное, обголосок того, что я сказала, и вот мне тут же пришла такая ситуация, да, я ей сказала так и так, вот. Ну, о жизни, о предназначении ее, как она примерно будет разворачиваться, и когда девушка стала задавать мне побочные много других вопросов, я говорю, что вы сейчас в сопротивление пошли, и вам нужно, скорее всего, к психологу обратиться, я больше уже не могу. То есть я определенный кусок информации ей выдала. Потому что это несовершеннолетний ребенок. То есть это было по итогам нашей программы? Ну, это было ВКонтакте. Я не знаю, по итогу были, не по итогам. Ну, в тему. Да, но в тему, да. Ну, давайте я тогда напомню, дорогие друзья, это я обращаюсь к нашим радиослушателям и телевидеозрителям, которые будут смотреть это все в записи, о том, что мы сегодня беседуем, прямая трансляция с Таиландом. Мы находимся в городе Чикаго, центр Сан-Гейтс. Меня зовут Майкл Мелехов. Рядом со мной сидит Рита Борт, holistic health coach нашего центра. И мы беседуем с Анной Ласточкиной, которая является ведическим астрологом. Ну, и тема у нас сегодня благосостояние, тема у нас сегодня деньги, как привлечь эти деньги на свою сторону. Но, как я всегда сам, когда бывает, меня тоже задают вопросы, консультации, я говорю, мы делаем что-то для чего-то. То есть у нас все равно должна быть какая-то цель, и она нигде не заканчивается. Все равно должно быть что-то более такое. Вот вы хотите заработать деньги. Для чего вы их зарабатываете? То есть у каждого человека, естественно, есть своя цель, куда он их будет тратить. Ну, сегодня мы живем в таком мире, где это все идет на какое-то там осуществление личных желаний. В общем-то все находятся в каме, будем так говорить. Кама – это наслаждение. Что бы вы посоветовали, Аня, нашим телезрителям, радиослушателям разного возраста? Ну, к примеру, людям, которые слушают, которые уже находятся в возрасте, которые бывают, говорят, ну, и довольно часто о том, что «Да, мне все равно уже. Это уже сколько там?» То есть я уже всю жизнь прожил или прожила, вот я буду так. Что бы вы могли посоветовать в свете наших программ? Ну, я, во-первых, хочу продолжить вашу тему. Вот сейчас затронули очень важный момент, что деньги – это не просто деньги, это ресурс для чего-то. И если человек не представляет, для чего это ему нужно, то какой смысл их зарабатывать? То есть мы иногда деньги приравниваем к какой-то цели, за которой нужно бежать, как вот за морковкой, которая впереди послека движется. И мы не представляем, а для чего нам надо. Ну, я бы то-то, то-то и то-то сделал, а что конкретно мы не представляем, потому что мы даже в сознании у нас, ну, мы не верим, что мы можем эти заработать деньги. Вот, кстати, есть такой насчет денег момент, когда нужно прописать все свои цели и написать на бумажке, сколько ты хочешь в ближайшее время заработать, в ближайшее время желательно тоже как-то ограничить. И что я буду для этого делать? А делать для этого нужно очень простые вещи, я их уже перечислила, которые складываются из того, что мы следим за своим домом, следим за своим сознанием, за своей речью, за питанием, за здоровьем, выстраиваем более гармоничные отношения с людьми и жертвуем какую-то часть нашего дохода на сторону, тем, кто в ней нуждается. Вот, если вот это все выполнять, то деньги обязательно придут под ту цифру на бумажке, которую вы записали. Только эта цифра должна быть, например, не такая, что там, ну, миллион долларов я хочу за ближайшие два месяца заработать. Ну, и как просто, когда человек не получает, у него в сознании срабатывает такая кнопочка, что мои желания не исполняются. Потому что нужно писать реальные желания. Ну, реально, вот, удвоить свою зарплату, вот так. Удвоить там то, что я сейчас получаю. И это реально. И когда это реализуется, то человек понимает, что, в принципе, вот я на это, на это, на все, что я хотела, я заработала. То есть я хотела. Можно писать простые вещи, сходить на маникюр, на какую-то там стрижку сделать, то на это мне нужна такая сумма. И, как ни странно, эта сумма приходит. Она приходит мне откуда-то, сваливается на человека. Не обязательно, причем не нужно думать об источниках. Источники могут быть совершенно разнообразные, потому что деньги — это энергия. Это энергия, отраженная, энергия вашего разума, который находится в состоянии лакшми, отраженная во мне, во вне. И то, что вы спросили, что можно посоветовать вообще, вот так вот, глобально людям, которые даже уже не привязаны к материальному. Материальное, оно существует, оно есть. Мы на этом сидим, стоим, мы этим питаемся. И когда мы говорим деньги, мы приравняем это к ресурсу. И к ресурсам нужно очень внимательно относиться в этой жизни, потому что это не только то, что мы потребляем, но и то, что мы оставляем нашим детям. И если мы говорим деньги, то мы должны сказать и экология. А, кстати, очень важная вещь сейчас пришла в голову, которую я хотела сказать, но не упомянула. То, что деньги притягивает состояние отдыха. У нас есть такая идея, что ради денег нужно очень много работать. У многих есть такая идея, что если мы пашем, то у нас есть деньги. Но богатые люди говорят, что чем больше я отдыхаю, тем больше я зарабатываю, потому что сознание расслабляется, и мы начинаем видеть возможности. Главное, не просто бежать, вот так вот на беговой дорожке, а главное понимать, что можно с нее сойти и взять деньги совершенно в другом месте. И, да, многие богатые люди, они, да все богатые люди много посвящают, уделяют времени отдыху, расслаблению. Причем это не сидение у телевизора или у компьютера, в компьютерные игры игра, это не то расслабление, а именно такому качественному отдыху, какой-то хобби, какое-то там ныряние куда-нибудь на яркие поездки. То есть это не работа. И приходит в это время, мозг отдыхает, приходят гениальные идеи. И идея процветания, что важно, она всегда связана с идеей процветания Земли, настоящего такого процветания. У нас сейчас такой век, что мы потребляем, и поэтому большинство людей на нашей планете бежит за потреблением. То есть больше денег, больше денег, больше денег. мы же тут говорим о таких вещах, как wellness, вот это холистик, мы должны оздоравливать не только себя, все окружающее через себя. И то есть получается, что тема денег нас выводит на такое, на понимание, что такое глобальный ресурс для нашей Земли. И вот эта тема отдыха, которая сейчас, кстати, не культивируется ни в нашем сознании, ни в наших цивилизациях. Раньше, если любой фермер или любой агроном или человек, который практикует земледелие такое натуральное, он понимает, что Земле, чтобы она давала плоды, нужно давать отдыхать. То есть есть... И чтобы человек материально процветал, и мы материально процветали, мы тоже должны отдыхать. То есть вот эта идея отдыха, идея расслабленности, а не какого-то постоянного потребления и гонки за деньгами, вот просто за вот этими монетами или купюрами, долларами, евро. То есть это немножко не та идея. Мы подменяем вот тему ресурсов просто вот деньгами. И сейчас, особенно в наше время, когда уже это у нас даже и не деньги, которые мы в руках держим, а просто на экране мы часто видим какие-то цифры. Даже когда зарабатываешь деньги, думаешь, боже мой, это настолько абстрактно. Они даже никак не связаны с материей, потому что их вообще нет. И насколько тогда понимаешь, что это энергия, это простая энергия в нашем сознании. Вот выключится компьютер, и мы не видим, сколько у нас на счету. Мы можем даже забыть об этом. А они могут и пропасть на этом счету. То есть может произойти обнуление. Это очень реально даже. А мы живем в такой иллюзии. И эта, кстати, иллюзия не позволяет нам быть самодостаточными и счастливыми. Можем расстраиваться из-за того, что у нас там много или мало этих циферок на счету где-то. Хотя мы даже, может, никогда за жизнь не прикоснемся к этому счету своему. Он то есть, то туда, то сюда, то кризис, то не кризис. Вот. И вот, что бы я посоветовала, да, если в советы это спрашивают, я бы посоветовала относиться к деньгам более играючи в конце этой программы. Более просто. и обращать внимание больше на свои внутренние ресурсы, на здоровье, на состояние психики, на состояние сознания, на то, как мы говорим, разговариваем. Получаем ли мы радость от жизни ежечасно или мы думаем о каких-то вещах, которые к нам на самом деле очень мало относятся. Спасибо большое. Это очень хороший совет. Это вот как раз то, о чем я действительно все время говорю, что в жизни должен быть баланс постоянный и невозможно все время заниматься одним. Нужно действительно и телу отдыхать, и уму отдыхать. Это совершенно потрясающе. Да, спасибо большое. У меня был тут вопрос, один крутился. Да, мы немножко, если затронуть тему вот богини Лакшми, есть какие-то практики, которые бы можно было людям предложить, чтобы привлекать к себе, какие-то поклонения, ну, может быть, это не совсем для тех людей, которые земные, материальные, но немножко такие живущие в вере. Знаете, на самом деле это вопрос интересный, что такое символы, что такое архетипы и как они влияют на наше сознание. И действительно, если мы созерцаем какие-то архетипы, заложенные уже в нашем подсознании, потому что мы прошли многие жизни и перерождения, влияют на нас наши предки, влияют символы, связанные с тем, что они наблюдали. И вот если, например, мы повесим у себя на стенку рыб, ну, рыбы, рыбы, и все знают, что видеть рыбу это хорошо, это к какому-то приплоду, к какому-то, что у нас что-то будет, ловлю у вас не рыбу, это значит энергия достатка ко мне приходит. Беременность тоже приходит к женщине, да, если видят рыбу. То есть у нас есть определенные символы, которые уже настолько внедрены в нашу культуру, в наше сознание на уровне какой-то вот этой глубинной культуры. И они действительно провоцируют образование каких-то новых ассоциаций. Через эти зрительные образы мы получаем эту энергию внутрь себя, в свое сознание. Также это связано с богиней Лакшми, потому что в культуре мантры, какие-то почитания Лакшми, соединения с энергией Лакшми, они запускают вот эти какие-то потоки в нашем сознании, которые способствуют тому, что мы видим возможности для процветания. У некоторых людей эта шахта заложена изначально. А вот как у Риты, насколько я знаю. просто когда Луна находится в Рахине, у человека есть шахты и видеть ресурсы. Видеть ресурсы, мотивировать, предоставлять эти ресурсы людям для того, чтобы они развивались. А кому-то нужно дополнительно, кому-то нужно общение с такими людьми, которые, если вокруг люди связаны с энергией Лакшми, то и у человека автоматически включается это через общение, эта энергия. Вот любые символы, это даже можно сказать вот практично для жизни. Корова с выменем, да, вот эта энергия процветания, он показывает, я плохо вижу на экране, да, божества Лакшми. Вот фигурки. Вот она собственной персоной Лакшми. Камеры надо ближе поднести, если будет видно, не знаю, вот тут слева. и это как раз даже вот смотреть, и это уже, ну и естественно поклоняться и произносить мантру. Во всем случае на Востоке это в общем-то очень и очень рекомендуется. Люди поклоняются и действительно до сих пор много раз бывая в Индии, я это видел, и есть специальные мантры именно конкретному божеству, которое поклоняется, тут есть у нас еще посередине вот Ганеш, что в общем-то тоже устраняет препятствия, поклоняются очень многие Лакшми и Ганеш. В общем, оно стоит у нас в радиостудии, всем, кто проводит передачи вот в нашем радио, Сангейт-центре, Сангейт-радио, оно помогает принести удачу и благосостояние. Так что, Аня, вы находясь практически в студии центра Сангейт. Да, мы общаемся с вами. Да, мы друг другу передаем вот эту энергию, в данном случае это энергия благосостояния, в данном это энергия материального какого-то достатка, которая ведет нас всех на пути к, ну, каждого свой путь, конечно, но, в общем-то, для чего-то большего, для чего-то высшего, и я лично и Рита, мы очень рады, что сегодня у нас программа именно на эту тему, мы очень рады видеть вас, я еще хочу просто сказать, наверное, это Рита больше скажет, потому что вот намечается, обращаясь к нашим радиослушателям, намечается у нас программа, в принципе, она уже наметилась, точнее, эта программа будет как раз-таки с Аней Ласточкиной, и Рита будет вести эту программу как президент международного женского клуба, который называется Lotus Heart по-английски или сердце лотуса, и, дорогие друзья, если вы будете, так сказать, заглядывать на Facebook, и будете, скажем, на YouTube, то вы будете знать о том, что, когда будет состоится следующая программа. Она состоится во вторник в то же самое время, 8.30 по Чикаго. 8.30 по Чикаго, 16.30 это время Москвы, и в 8.30 вечера в том месте, где находится Анна Ласточкина в Таиланде. Но я о другом говорю, я говорю о программах, это будут регулярные наши программы, как мы сейчас, в общем-то, ведем, но у нас будут также программы, которые живого эфира, где каждый радиослушатель или телезритель, неважно, получит ссылку и может участвовать в обсуждении и задавать вопросы. Это будет проходить в рамках именно на территории центра Сангейт, но в рамках этого женского клуба Рита уже создала, так скажем, группу, группа есть в Фейсбуке, так что пока она открыта, все желающие могут, в общем-то, присоединиться к этой группе, ссылка будет дана нам на Фейсбуке, и как раз вот, когда программа наша, вот, сегодняшняя будет обработана, выставлена, там будет эта ссылка. Поэтому следите, так сказать, за нашими объявлениями. Аня, большое вам спасибо, у вас время уже подходит, так сказать, к ночному, у нас еще разгар, у нас еще начало рабочего дня, так что мы вас благодарим за ваше время и за очень интересную беседу. Спасибо большое. Спасибо. До следующей встречи. Всего вам доброго, до следующей встречи, дорогие друзья, наши уважаемые радиослушатели, мы благодарим вас, что вы были с нами. Ну, и сегодня этот сегмент нашей программы заканчивается. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин